Актуальное интервью 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 И сейчас мы имеем, что у нас есть две благоустроенные общественные территории, детская площадка и спортплощадка, и благоустройство дороги по улице Мира. Это все за счет средства гранта? Детская площадка нет, мы просто, так сказать, выдвинули инициативу, нас поддержали, была такая возможность. Спортивная площадка, часть, она сделана из средства гранта. То есть мафы, которые там стоят, это воркауты, воркауты, скамейки, это мы закупали из средств гранта. Мы брали окружной грант в 2017, наверное, году. То есть у ТОСов большие возможности, они могут получить средства на муниципальном уровне, федеральном и окружном, так? При этом являясь юридическим лицом. Но если ТОС не является юридическим лицом, тем не менее, у нас ведь из 11 ТОС, которые действуют в городе, у нас только 3 ТОС являются юридическими лицами. И они очень хорошо функционируют, молодцы. Но остальные 8 ТОС, они же без юридического лица, но также хорошо функционируют. Вот ТОС Захребетный и ТОС Молодежный, которые будут завтра проводить в субботнике по озеленению с благоустраиваемых территорий, они тоже хорошо взаимодействуют, потому что все-таки ТОС является частью муниципального самоуправления. И при хорошем взаимодействии с администрацией города, при хорошем взаимодействии с депутатами своего района, они реализуют свой проект. И вот как раз Мария Николаевна сказала, что как раз детская площадка была таким образом установлена. То есть они вышли с сенсативой. И при хорошем взаимодействии с администрацией, с мэром города, с которыми практически не встречаются ежекартально, и любой пресс-альтос имеет право без записи входить в мэру города со своими проблемами, своими желаниями, потому что он является, как бы сказать, проводником между жителями и муниципалитетом. И, соответственно, конечно, в нашем городе он услышан. Вы сейчас упомянули ТОС Захребетный, вообще великолепная работа граждан, да? Что им удалось сделать? Самые-самые лучшие их практики. Значит, вот я хочу сказать тогда немножко про ресурсный центр. Мы пять лет назад создали ресурсный центр как раз для помощи ТОС, которые не являются юридическими лицами. Им тоже хочется реализовать свои проекты какие-то социальные. И они выходят со своим проектом на ресурсный центр. И ресурсный центр максимальной грантой, которую могут получить, это 50 тысяч. Но ценность каждого рубля в этом гранте, она увеличивается в десятки раз, потому что туда вкладывается труд людей. В прошлом году у нас были такие проекты реализованы, как Малый Кач, Экотропа. И ТОС Захребетный, они сделали фонтан, китенок замечательно, тоже профинансировали ресурсным центром мы этот проект. Также они включились, они, все ТОСы, они очень, это общественные организации, и они очень легко включаются в любые проекты города. И они очень легко включаются в проекты по комфортной городской среде. Значит, любые проекты благоустраиваемые, которые вот именно в ТОСах, они в первую очередь это делаются. Почему? Потому что ТОСы, они уже созданы общественные организации на территории. Они уже знают, они уже прошли какой долгий путь создания общественности на своей территории. Они уже друг друга слышат. Они уже взаимодействуют между собой, конечно же, как добрососедство. И они же знают, у них созданы планы работы, благоустройства. Они уже конкретно знают, городу не надо выяснять, что там необходимо сделать на территории. Уже практически опрос жителей ТОСам был проведен, что надо сделать, что не надо сделать там на территории. Заметьте, улицы Юбилейные тоже в этом году делают очень хорошие тротуары. Это же тоже была инициатива ТОСа. Они уже много лет добивались этого. И сама администрация сейчас, конечно же, делает это. Они также вот, ну, в общем-то, пожалуйста, обыкновенный маленький штрих. Очистка от снега улиц ТОСа, да. И вот получается, представитель ТОС звонит напрямую мэру города и говорит, что необходимо там какой-то переулок, необходимо очиститься снега. И, естественно, администрация дает указания, там, если это непорядок, устраняется. Они же не только благоустраивают территорию, но и живут хорошей, интересной, творческой, общественной жизнью, да. Мария, у вас наверняка проводятся праздники, расскажите. И даже есть клубы создаются, да, по интересам. Да, у нас тоже проводятся праздники. Мы проводим, ежегодно проводим Новый год. У нас мы, один из первых грантов, который мы получили в городе, мы купили новогоднюю елку. И каждый год мы ставим новогоднюю елку и проводим новогоднее семейное мероприятие на улице, на детской площадке, как раз и располагается. Вот, в прошлом году мы проводили, у нас был конкурс «Новогодний двор». И в этом году, думаю, что мы тоже его проведем. Также мы проводим мероприятие ежегодно, это субботники, мероприятие «Чистый двор». В нем участвуют соседи, которые благоустраивают свою территорию какими-то цветами, насаждениями. Все, что посильно, так скажем, сделать в своем дворе. Что мы еще проводим? День соседей мы проводим. Да, стала доброй традицией день соседа, да, проводить, Ира Венера? Причем многие ТОСы проводят. И на Сахалине, насколько я знаю, целый клуб создан, и даже там советские фильмы показывают, и закуплено было оборудование. ТОС Сахалин, который у нас существует тоже очень долгое время, и они являются религическим лицом. Они участвуют во всех грантах. И у них, знаете, ТОС является таким мышечным инструментом какой-то социальной активности именно старшего поколения. И вот на примере этого клуба как раз это все видно. Они, значит, за счет грантов содержат полностью здания сами. Это же отопление. Затем полностью оборудование закупили. Столы, стулья, проекторы. У них там есть тренажерный зал, библиотека. Полностью целый клуб, который в свое время у нас раньше был создан в совхозе, если разобраться. Это был клуб. Сейчас у нас клуб на той же территории, тоже на Сахалине. В поселке Сахалин, получается. Ну, микрорайон Сахалин, как называть можно его. Хотя у нас нет таких названий сейчас. Но мы... У нас все ТОСы называются историческими сложивающими названиями. Сахалин, Нирный, Захребетный, такие как Хангурей. Сейчас у нас ТОСы вновь созданы в Харуте. Хотела спросить, как у нас сельские жители? Создают ли ТОСы? Много сейчас. Обязательно. У нас очень хорошо функционирует ТОС Шойна. Ну, прямо великолепно работает. И так вот романтично, так на берегу Белого моря ТОС Шойна в песках там удопает. И даже то, что их проблема, такой песок, кажется нам издалека такой-то романтикой. Сейчас у нас в июле был создан ТОС Харута. И очень хорошо начал действовать. Очень хорошо стал действовать. Мы также... Он взаимодействует с ресурсным центром. Мы помогаем в реализации его проектов. Но было бы здорово, если бы мы смогли туда приехать и поработать вместе с ними. Но пока далековато. Если мы... Мы входим всегда... Выходим ресурсным центром также для того, чтобы помочь ТОСам без образования реческого лица. Мы получаем гранты на окружном уровне, городском уровне и президент... И гранты президента. Мы уже второй раз получили грант президента. Я думаю, что если мы дальше будем так же работать с ТОСами, я думаю, мы постараемся для совершенствования деятельности ТОСов в округе выйти еще на следующий грант. Ну вот озеленение вы как раз вот завтра, я еще раз повторяю, завтра у нас два субботника в ТОС Захребетный и ТОС Молодежный по озеленению. Тоже так же мы получили грант из города. И на этот грант мы, получается, провели конкурс проектов среди ТОС без образования реческого лица, но в городе только, потому что это грант из городского бюджета. И, соответственно, у нас победили три ТОС. ТОС сообщества «Халин». Они у нас посадили уже кустики смородины на свою будущую территорию, о которой они так очень мечтают, для того, чтобы где-то можно было собраться, установить детскую площадку. И завтра у нас будет в час дня в двух ТОСах озеленение. Они озеленеют ту территорию, которую давным-давно уже начали благоустраивать. ТОС «Хребетный», как всегда, они пруд создали, там зеленую зону благоустроили, тренажерную площадку поставили. Это же они не имеют юридического лица, собственно, денег не имеют. Но вот хорошее взаимодействие с властью, это как раз и есть. Вот я хочу на примере ТОСа «Мирный» как раз показать, что ТОС является таким инструментом контроля. Самая главная функция, я считаю, всех ТОСов, они за контролем всех структур власти, всех подразделений власти, которые отвечают за качество жизни людей на этой территории. Вот я и говорю, хорошее взаимодействие с администрацией города, с департаментами ЖКХ НАУ, со всеми. Они напрямую взаимодействуют с ними, и вот дают такой хороший результат. Даже когда они не имеют статуса юридического лица. Сколько проблем решают, это безнадзорность детей, да, когда понятно, что у нас родители на работе, да, а старшее поколение, когда вот в этот воспитательный процесс включается, это же замечательно, да, Вера Венеровна? Да, вот и поэтому клубы необходимы по месту проживания. Вот как раньше было, клубы обязательно нужны. Раньше у нас был такой институт бабушек, да, которые следили за детворой, гуляющей по поселку. Сейчас такого института бабушек у нас такого нет. Бабушки все работающие практически, но и немножко такой... Мы уже не и так можем сделать замечание чужому ребенку, да, если разобраться вот так вот, как раньше было. Но тем не менее, вот и доступ немножко отличается, как в моем детстве, и сейчас доступ к детей отличается. И клубы очень нужны именно по месту проживания. И для старшего поколения, потому что все-таки социальная активность старшего поколения очень важна. Это не только доступ к старшему поколению, это их, ну, не знаю, реализация. Востребованность, да. Да, востребованность. Они очень... Для них это очень важно. И для детей тоже, потому что, когда воспитывается старшее поколение вместе с детьми, вот как раз примере клуба «Сахалин». Там уже они проводят мероприятия для детей и для взрослых. Они там сообща все делают. Там они не разделяют проекты только для детей и для взрослых. Все вместе. Все вместе. Где находится ресурсный центр, Вера Венеровна? Как вас найти? Ресурсный центр, допустим, у нас ресурсный центр, мы не имеем такого большого адреса, да. Но наша база всего оборудования, которое мы используем для мероприятий всех ТОС, и не только ТОС Советов домов, тоже мы проводим мероприятия. Вот мы проводим мероприятия в этом году, только не проводили. Это все площадки детские, которые мы проводим мероприятия летом. Но вот оборудование у нас находится на бывшем детском садике, на Полярной, на улице Полярной. А так мы находимся все дома. Учитывая, что такие умения наших использований для телекоммуникации, замечательно, нормально, все нормально работаем со всеми ТОСами, независимо от того, где мы находимся, взаимодействуем. Очень хорошо. Мария, какие еще проекты хотите реализовать? Сейчас у нас мы взяли, в мае месяце мы получили грант, поддержку от округа на реализацию проекта создания книги памяти, память сердца. Это больше направлено на развитие семейных отношений, каких-то, чтобы дети, на развитие детей, чтобы они могли, интересовались жизнью своих бабушек, дедушек. Может, кто-то у них воевал, всех, любую семью заделает Великая Отечественная война. И для создания, вот мы хотим создать такую книгу памяти, то есть поработать именно с семьями и с детьми, чтобы они на примере своей семьи посмотрели, как война коснулась их семью. И создать, ну, планируем, конечно, создать книгу памяти, что получится на выходе, думаю, что должно получиться. Всегда уявляюсь таким людям, да, Вера Венеровна? Молодец, Мария. Я думаю, много времени занимает работа над ТОСом. Вот почему решили все-таки взять на себя эту ношу нелегкую? Ну, да, времени занимает она достаточно много, но у нас большая команда, у нас в ТОСе есть совет. Она ТОСа из совета, совет из девяти человек, и все решения, которые мы принимаем, принимаем вместе. И точно так же, как идея на какие-то реализации каких-то проектов, тоже возникает вместе. Делаем, конечно, это забирает какое-то время из семьи. Где-то мы должны семью отодвинуть на задний план и заниматься проблемами ТОСа микрорайона. Где-то мы делаем это вместе с семьей. То есть какие-то мероприятия, и наши члены нашей семьи участвуют в создании этого мероприятия. Ну, а где-то, конечно, получается. Ну, Мария Николаевна, муж тоже так является единомышленником ее. И я думаю, что все-таки наши семьи тоже так же втянуты в эту деятельность. Это однозначно, потому что просто так уходить в семье, это же неправильно. Поэтому наши мужья помогают нам обязательно. Наши семьи нам помогают, конечно. Потому что мы все живем на этой территории, и все хотим ее благоустроить. Именно поэтому это была и цель создания ТОСа. Вот еще хочу отметить, вы в начале разговора сказали, что на многоквартирных домах. У нас есть ТОСы в многоквартирных домах. ТОС вот молодежный, как раз он действует в многоквартирном доме. Вроде бы там все сделано было, и была площадка организованная потом. Но учитывая... А почему они назывались еще молодежным? Потому что там очень много проживает детей и молодежи. И вот они очень активно организовывают досуг детей. Они благоустроят свою территорию. А вот сейчас у них еженедельно практически проходят какие-то мероприятия. На спортивной площадке у них проводят матчи по мини-футболу. В общем-то, учитывая, все-таки важно, когда председатели вместе с советом ТОС что-то хотят сделать. У каждого ТОС у нас своя направленность с работой. Кто-то просто благоустройством занимается, кто-то досугом. Но все занимаются все с душой. И все, я еще хочу сказать, обязательно на основе добрососедства. Это важный элемент. И доброжелательности. Потому что, ну как, вы могли бы обратить внимание, у нас все председатели ТОСы, люди с таким хорошим позитивом, все председатели ТОСы, они с улыбкой всегда разговаривают с людьми, доброжелательные. Это обязательно основа такая. Ну и многоквартиры в домах ТОСы можно создавать обязательно, потому что в ТОСы входят не собственники, а все проживающие в этом доме. Они могут быть нанимателями, на основе аренды какой-то проживают. Они являются все членами ТОС. И поэтому ТОС в данном случае является такой, как бы сказать, помощником и в благоустройстве везде. ТОС, наш дом, они получают совсем маленькие гранты, микрогранты от ресурсного центра, еще как-то. Ну, пожалуйста, они благоустройствуют свою территорию. Заходишь им в подъезды, у них еще очень красиво, светло, все покрашено. И когда вот приходят люди и всегда удивляются, как красиво у них в подъездах. Потому что у них существует ТОС. Они между собой очень хорошо взаимодействуют. И первый, второй подъезд всегда озеленяет. У них всегда цветы растут около подъезда. На цветы они получают маленькие микрогранты. Даже просто 5 тысяч они получат на рассаду. Но это уже очень хорошее подспорье. И получается, что на эти деньги они в этом году купили рассаду для цветов. И очень красиво все у подъездов. Сколько у нас на территории города ТОСов? 11, да? 11 ТОС. И 15 всего в округе. 4 ТОС у нас в округе существует. 3 ТОС без образования юридического лица. Я хочу отметить ТОС Хангурия. Он очень давно уже существует. И как раз очень активно существует. Давно. И мы его знаем, потому что, опять же, при хорошем взаимодействии с депутатами района, муниципалитета своего Хангурия. И при взаимодействии с администрацией Хангурия. Вот все-таки очень хорошее, когда взаимодействие выстроено, то ТОС является очень большим подспорьем для всех проектов. А между собой ТОСы как-то сотрудничают, Маша, нет? Да. Когда приглашаете друг друга на праздники, какие-то практиками делитесь? Мы часто, мы на самом деле, когда встречаемся, мы всегда обсуждаем. Допустим, у всех разные проблемы, но где-то точки соприкосновения есть одни. И мы обсуждаем, допустим, как ТОС, старый аэропорт решил свою проблему, куда они пошли. И как ТОС Сахалин решил свою проблему. И вот у нас такое взаимодействие, мы обмениваемся вот таким вот опытом. Еще мы, конечно, очень рады, нас всегда ТОС Сахалин приглашает к себе в гости. У них в прошлом году было открытие аллеи памяти, и День матери они нас приглашали. И вот это взаимодействие, то, что мы можем прийти, посмотреть, как они живут, так скажем, как они реализовывают свои проекты, это очень ценно. И, конечно, мы радуемся, что вот, допустим, у ТОС Сахалин есть помещение, где можно встретиться, и куда они могут нас пригласить. Но пока вот только так. Вера Венеровна, расскажите, вот, похвалите, пусть минута славы у нас сегодня будет на актуальном интервью для руководителей ТОСов, кого еще сегодня не вспомнили, да, вот какие-то лучшие практики, благоустроенные территории. Сейчас прямо вспоминаю ТОС Захребетный, который установили фонтан, сделали этого дельфина красивого, да, китенка. И сами же жители. Тренажерную площадку установили. Пусть они тоже так же вошли в программу, значит, они выдержали конкурс проектов, и за счет вот инициативного бюджета они, получается, установили тренажерную площадку. Но при этом же там было софинансирование. Люди деньги сами собирали тоже, потому что финансирование обязательно, они деньги собирают, предприниматели там вложили деньги. Потом они еще и зеленяют, свой труд вложили. И поэтому это не просто там кто-то там администрация, конечно, там миллион вложен был департамент в зоне политики, получается, по конкурсу. Также было софинансирование муниципалитета, но самое главное, там софинансирование было людей, проживающих на этой территории, и предпринимателей, тоже реализующих там свои услуги на этой территории. Поэтому это вот важно очень. Потом, затем, у меня все ТОСы замечательно работают. Обратите меня на ТОС Старый аэропорт. Они ежегодно принимают на работу подростков, которые очищают, там, не знаю, сколько лет там был мусор в ближайшем лесу. В общем, замечательно, пожалуйста, детская площадка там, дороги очищаются, противопаводковые дамбы были построены. Это все, это, вот все это то, что также при взаимодействии с властями. Я говорю, вот как раз то, что вот ТОСы, еще раз повторяю, ТОСы, когда самое взаимодействие с властью, с администрацией, которая отвечает за жизнь людей на этой территории, вот это взаимодействие очень важно. Но еще, вот, пожалуйста, вам проекты. Ну, все ТОСы реализуют свои проекты. ТОС октябрьский. Обратите внимание, когда вы сейчас мимо ездите, ну, остановку РСУ, так нажимаем, в Кажерте, да, как благоустроена территория. Они тоже так же по комфортной городской среде, 100% голосовали за софинансирование. Обратите внимание, тоже так же, их проект очень красивый. Там, где сейчас 9 мая были портреты, они же хотели встать там рядом. В 9 мая у них была, у нас была идея встать с портретами рядом с домом. Ну, мы не могли идти на площадь, была самоизоляция. В общем, там хотели встать. Мы решили сделать, пожалуйста, портреты у нас уже все портреты дают. Это проживающие, это портреты участников войны, тех людей, которые живут в одном доме, в этом ТОС. Да, вот так же вот все проекты, вот заметьте, все ТОСы у нас откликаются на все мероприятия, на праздники, общегородские, вот. Затем, ну, что еще, вот ТОС наш дом, я сказала, за Лену-23. А в Искателе есть ТОС? В Искателе пока ТОС нет. Вот сейчас у нас, получается, вот депутаты рабочего поселка Искателей вносят изменение в свое положение о ТОС, и они тоже, так же у них есть идея ТОС создать на факеле обязательно. Вот они вот выходят с идеи, я думаю, что создадут ТОС на факеле. Это как раз там депутаты их, поселка Искателе, вот она вот там очень, это ее идея создать там вот эти факели, потому что она очень желает, чтобы там все как раз благоустраивалось. Не хватает там зелени, да, особенно на виллоджерах. Там как будто в пустыне, ну, простите, там заходишь, нет зелени. Ну вот, а вот как раз там активисты по зеленению очень хорошо живут, и они, у них даже там такой, рядом детская площадка есть, как мини-питомник зеленых насаждений. Там вот, знаете, я думаю, что будут зеленые. Не сегодня, конечно, не завтра еще, но будет там красиво, все будет сделано, если они создают ТОС. А правда ли, что ТОС может заниматься предпринимательской деятельностью и даже брать часть полномочий муниципалитетов? Может, может, но необходимо внести в устав, во-первых, все изменения, потому что это уже другое-другое налогообложение, чтобы они могли участвовать в конкурсах, ну, допустим, на очистку территории, свои территории от снега в зимний период. Это могут, если у них будет база соответствующая. Но при этом я хочу сказать, что ответственность тоже так же у них на них ляжет. Но я думаю, что вот в условиях такого небольшого города нашего, да, пока нет необходимости. Но тем не менее, я считаю, что если все-таки ТОСы вырастут до этого завтра, это будет возможно. ТОС, старый аэропорт уже мечтает об этом давно. Но я думаю, что в конце концов вполне возможно, учитывая, что там все-таки такой микрорайон людей, которые сами строят, сами знают, как строить, и сами самостоятельные такие люди. Я думаю, что это вполне возможно. А работа ведется с руководителями ТОСов? Из-за фестивалей проводятся какие-то семинары? В прошлом году у нас было обучение. У нас менеджер местного сообщества. Мы проводили обучение. У нас приезжали с института урбанистики, преподаватель. Обучили все желающие представители ТОС, представители совета домов, приходили обучаться. Затем ресурсный центр направлял в прошлом году тоже на основание гранта и субсидии, полученные из окружного бюджета. Представители ТОС направляли на форумы в Архангельск, на форумы в Москву. У нас представители ТОС ездили, обучались. Так что это проходит все. Я думаю, что это очень важно. Сейчас в этом году, конечно, это все проходит онлайн обучение. Сейчас у нас фонд приз грантов проводит очень хорошее обучение по написанию проектов, по реализации проектов. В общем-то, это проводится сейчас очень хорошо. И также у нас Центр Гарант, который находится в Архангельске, тоже так же обучает тренеров для развития местного сообщества. Вера Венеровна, давайте завершение нашей программы. Еще раз проговорим, что нужно сделать жителям многоквартирных домов, частного сектора, если у них есть идеи, они как-то хотят благоустроить свою территорию. Куда идти? Ну, во-первых, я еще раз повторяю, депутаты вашего района. Первое. Второе. Муниципалитет. Третье. Ресурсный центр, которым я являюсь. Значит, мой телефон, я думаю, что вы меня или очень легко можете найти через городской совет. Поэтому мы с недомышленниками придем и научим вас, как создать ТОС, поможем вам написать устав. Тем более, что у нас разработано очень хорошее положение в городском совете. Также у нас в городе есть программа, развитие институтов гражданского общества действует. Поэтому в нашем городе ТОС создавать, я думаю, несложно. Главное, чтобы была ваша идея, ваши единомышленники, и мы вам поможем. Мария тоже поможет, я думаю, такой человек у нас уникальный есть. И поделитесь с удовольствием, практиками. Обязательно. Спасибо большое, Мария. Спасибо, Вера Венеровна, что сегодня пришли к нам в студию. Я думаю, что после нашей программы обязательно еще появится один ТОС на территории Ненинского округа. Не один, а больше. Больше. Хорошо. Будем надеяться, что их будет много. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о развитии ТОСовского движения на территории Ненинского округа. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»